здорово ребят давненько не болтал просто так на какую-нибудь отстраненную тему поговорить хочу о длине роликов не только своих а в целом вы и сами знаете что чем короче ролик тем потенциально больше просмотров он собирает просто потому что посмотреть короткий ролик легче чем длинный тут дело не только в клиповости мышления современного населения ютуба основной его части это просто общечеловеческие явления это и экономия времени и лень и желание в одну единицу времени впихнуть как можно больше информации что в принципе как раз таки и схоже с экономия времени но немножечко другой момент но об этом как-нибудь в следующий раз соответственно по статистике того же ютуба авторы делающие короткие ролики собирают больше просмотров больше комментариев и соответственно больше доход с монетизацией возможно это еще зависит также от таланта возможно я не знаю просто мне как-то не хочется признавать себя совсем уж бесталанном хотя именно такие выводы и напрашиваются но они слишком уж поверхностные поэтому судить не берусь раз уж начал давайте сделаю маленькое ответвление мне тут недавно youtube зафутболил любезно в рекомендуемые ролик никогда этого человека или тех о ком говорится в ролике я не видел и не слышал о них и вообще не знаю кто они и подобные тусовки попросту презираю но youtube решил что мне это будет интересно и блин не прогадал мне это было интересно но не содержание нет там какой-то подс рассказывал о какой-то инфа самки или инста самки по моему инста самки я сначала подумал что это ругательство типа как комфора там да инста самка оказалось нет псевдоним ну в общем очередное разоблачение как дети любят перемеживающиеся всякими вставками типа эх сейчас бы шампанского и в бассейн господи блин как это все смотрится претенциозно ну не знаю инфотила такое кстати очень сильно любит ну да ладно сейчас не об этом суть то в чем заинтересовало меня не содержание а то что видео длиной два с половиной или два не помню часа за 9 дней набрала то ли 3 то ли 4 миллиона просмотров 27 тысяч комментариев около 400 тысяч лайков у меня например 27 тысяч комментариев только на одном ролике которому уже три года и который они до сих пор они смысле зрители смотрят по какой-то невидимой мне причине я как-то приуныл но подумал что все это современный гниль интересно тут уж ним поэтому они и смотрят но на днях увидел талантливого без дураков блогера 10 тысяч подписчиков чьи ролики по dark souls в прошлом году то есть тогда же когда я их делал да собирали по 100 200 тысяч в противовес моим скольки там 40 50 максимум да и длились при этом от часа до двух с половиной опять же не тут и как-то совсем приуныл возможно ей правда без таланна и унылой я не знаю но щито поделать однако это я отвлекся извините просто случай этот меня и вправду удивил так вот некоторые подписчики утверждают что я скатился приводя в пример именно длину роликов это один из параметров скатывания мол раньше они были длиннее а из чего вообще складывается длина ролика сейчас расскажу во первых длина напрямую зависит от темы ролика я не беру в расчет случаи когда ролик намеренно разбивает на несколько частей желая собрать больше просмотров самый первый мой ролик точнее серия роликов они кстати были разбиты не из-за количества не из-за желания набрать больше просмотров а просто банально потому что ролик в целом получается шел три часа даже чуть побольше и тогда я считал что это много потом я изменил свои взгляды ну так вот та самая серия роликов это был рассказ о боссах dark souls 2 с демонстрацией их убиение каждая из трех частей шла приблизительно по часу много ли это ну объективно да это много во первых боссов в игре много соответственно тема обширна во вторых сценарий я тогда не писал и говорил экспромтом а не структурированный и не редактированный текст в целом занимает больше времени при воспроизведении на просто при написании сценария ты обдумываешь как лучше интересней и во всей полноте донести мысли а вот импровизировать хорошо это еще уметь надо при том что-то упустить расплюнуть импровизация это это опыт это несколько лет упражнений скажем так никак иначе не бывает такого чтобы человек взял вот и сходу начал классно импровизировать ну бывает но это крайне редкие исключения возможно кстати комбинированный вариант когда скелет повествования прописан в сценарии да а мясо так сказать вот сам текст это уже экспромт рекомендую подобную модель тем кто хочет развить навыка экспромта не то чтобы я прям был в нем мастером на самом деле далеко даже даже не близко ребят но все же такой вот совет ну и вот наверняка вы замечали комментарии стиле господи как же много воды мог бы все то же самое короче сказать да да в этом то все и дело конечно мог бы в идеале можно вообще ограничиться несколькими фразами только кому это будет интересно на чем будет строиться повествование на сухой информации возможно это подошло бы для информационных каналов аля вести из игром мира вот лично я такое не люблю я уже устал слышать фразу типа а вот блогер x сделал по той же теме что у тебя несколько роликов по полчаса да я сперва чесал репу в недоумении как по такой теме можно вообще нарыть так много информации там же контент сильно ограничен ну то есть чисто технически позже я перестал тупить и просто начал смотреть те ролики что мне ставили в пример как оказалось там именно что от контента не больше чем у меня порой даже меньше ведь я тоже самое уложил ну скажем в два часа они в 4 не в 6 а вот того самого мяса точнее той самой воды там на все деньги да как говорится только 10 процентов воды сосредоточена на поверхности земли остальные 90 в этих роликах шутка сам придумал ну я тоже на самом деле так умею что пересказать сюжет у меня самые популярные ролики бомбанула рубрики бомбанула из этого состоят который mass effect андромеда блин гарри поттер и проклятое дитя самый первый мой ролик с которого все началось до убери пересказ и хронометраж сократится вдвое иногда втрое а иногда и вовсе минут до пяти десяти и что лучше станет а если еще и прохождение попутно уместить такой ролик то тут просто кладезь так сказать контента ведь средняя игра особенно классическая проходится часов за двадцать дели на два и вот с определенными техническими издержками у тебя получается минимум часов 68 контента спокойно себе нароешь разбавь все это шуточками такими знаете ли пошутейками дай бог если смешными развлеки людей интересной беседой аля матерый стример и все все ты уже специалист делающий одни из лучших роликов по теме и пофигу что по теме то ты как раз таки сказал пару слов только не подумайте что я пытаюсь сказать мол я лучше как я уже сказал нет не лучше у меня тоже самое на самом деле опять же те самое бомбанула это как правило пересказ сюжета пусть даже и интересны судьба просмотром но все же самый длинный сценарий ролик у меня это шумный шалман 1 и пока пока единственный выпуск там сценарий перемеживается с диалогами из игры тоже как я понял недавно излюбленный прием некоторых авторов поэтому получилось почти два часа кстати если не видели и любите игру ведьмак 3 гляньте вдруг понравится впрочем если вы любите игру ведьмак 3 то наверняка вы все это и так знаете и видели ну почему бы и нет подобная картина кстати везде и не важно про что рассказывают про игру про технику про социальное явление и я в общем-то совсем не против подобного подхода чубы нет собственно ведь людям как раз таки нравится как правило не только сама информация но и то как она подана и то кем она подана да кому-то нравятся шуточки блогера x скажем тогда в то же время как блогеру y те самые шутки кажутся убожеством и он не понимает как такое можно смотреть в то время как блогер x в ответ считает блогера y унылым говнарём всякое бывает чего уж там но я не знаю ни одного канала или даже так ни одного информационного источника поклонники которого фанатели бы именно от информации которую они представляют они в смысле источники по крайней мере только от нее нет фанатеет как раз от самих авторов я не думаю что я какой-то мега талантливый но кто-то же смотрит и меня в конце концов подтверждает тем самым мою теорию другое дело когда длиной роликов начинают мериться как длиной членов мол у кого длиннее тот и интереснее да с каких пор ребят с каких пор если ты начал в среднем делать менее продолжительные ролики ты скатился если более продолжительные то наоборот возвысился или как правильно закатился как это у вас вообще в головах рождается почему если ты долго бился над темой копал материал но его объективно хватило только минут на 15-20 и ты при этом не захотел разливаться водой до сбавляя темп речи придумали какие-нибудь ответвление по пять раз говоря одно и то же то все ты делаешь уже плохой контент странное утверждение и судя по всему существует некий культ культ поклонников длинных роликов вот эти все зулин минутки и прочее я если что не против зулина и его минуты сколько угодно я тоже люблю длинные ролики но некоторые всерьез считают что длинные ролики априори хорошие и среди таких людей кстати существует даже авторы которые ведутся на подобные всерьез воспринимая эти недалекие укоры скажем так за правду начинает по всякому изгаляться лишь бы еще хрометража хапнуть их мало но такие есть ребят длинный не значит содержательный не значит интересный и это я сейчас не прочлен ну и вот как вы думаете хватило бы мне сейчас таланта пересказать все что только что сказал только другими словами мне кажется что хватило бы возможно даже и не раз таким образом я мог увеличить хронометраж этого ролика раза в два в три но зачем думаю все что надо было сказать все что я хотел сказать на эту тему я уже сказал смею надеяться я донес до вас мысль а значит давайте прощаться до встречи в следующих роликах не забывайте мыть руки перед колдовством и помните размер не имеет значения и это я сейчас не только роликах